Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня мы продолжаем цикл видео из мультиплеера Soulstorm'а. Вашему вниманию предлагаю бой в режиме «Каждый сам за себя, за Эльдаров». Спонсором данной серии у нас является Эндрю Панин. Поехали! Эльдары также не самые частые гости на канале. Да и карта там была не Морталис. Поэтому это вдвойне приятно будет многим, но туда еще предстоит попасть. Ползунок сегодня не сдается. Да, только с третьего-четвертого раза удалось его подцепить, но мы его победили и перемещаемся в Виасастан. Мой ник GoEysir. Карта на 5 игроков. В общем-то для фан рассчитано вполне себе неплохо. А против меня были Кокбластер 3000, Nike 235. Такой вот странный ник. Гвардеец, Бакс, Битц за Сестер Битвы. Экскьюзми за Космодесант. И 1221 или 1221 за Космодесант. Ну и смотрим, у меня выполнен нижний респ. Вполне себе нормальный. Самый хреновый респ это посередине между Сестрой и Космодесантником. Потому что на вас могут напасть с двух сторон. Но с другой стороны они могут и с друг другом сцепиться. Но мне больше нравятся здесь нижние респы. То есть у вас дуэль будет с вашим визавик, который находится напротив вас. Если вы побеждаете, то у вас огромное количество точек появляется. Два термогенератора. Один реликт как минимум и уже будет вполне комфортно играть. Ну для лидаров вообще идеальная карта. Она большая. Здесь много проходов и скорость. Как раз мобильность решают практически все. Существует. До гварды, кстати, карта не подходит вообще. Те, кто берет здесь гвардейца или сестру, ну они... Суицидники. Космодесант. Эльдары, они кроны. Вот кто здесь правит. Те, кто исповедует скорость. А не огневую мощь. Не только огневую мощь. Гвардейцы слишком неповоротливые, слишком медленные. Слишком мало места. В узких проходах, чтобы развернуться, слишком легко их зажать. Слишком легко кинуть врата им в тыл и зайти, пока они успеют на базу вернуться, уже ничего не останется. С теми же лордами можно пройти и все это разнести. Они не смогут сдержать ничем. Вообще, если на этой карте играет опытный Эльдар, то... У всех остальных шанс теряется от слова полностью на победу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 И вот турили По пророчеству великого Видите, затащили Он стоит опять третий турель Показывает, что Так он закончился И никакие происки врагов Его не остановят В этом Праведном стремлении Ну тут вообще все серьезно У сестры пять турили Это отличник Даже шесть турелей Это уже отличник Оценка превосходна Перфекционист Ник Бакс Биц Первого с такого вижу Ну вот Такие вот неизвестные герои Обучались Белокаменному мастерству Парень уверен в шести турелях Что они решат любые проблемы На этой карте Тут уже и четвертый турель Это пехотный штаб Турелей пока по прежнему три Но что-то мне подсказывает Что их будет больше гораздо Пытается сделать здесь шелонированную оборону Нашел он канонисту Которая здесь спряталась Шелонированный оборон Хочет сделать из нескольких слоев В принципе разумно Только толк от этой обороны Но да, она есть Против удар она не поможет Против космаряна не поможет То, что он может десант ему забросить И он в своих же турелях Потом просто застрянет Ну, против канониста Это, видите, помогло Она застряла Ее просто тяжелое вооружение Расстреляло Сам себя загнал в ловушку Бакс биц И тут тоже штурмовики пошли Видите, два встретились Брата по разуму Зачем-то штурмовиков наклепало Один на другой Но у Экскюзми больше пехоты Он просто ввалился в Т1 Не апгрейдил точки И, в общем-то, навалил В Туараву Пошел И ей Сносить все, что движется Пока у него численное превосходство большое Да, четвертый Сционарный болтер Уже хорошист у нас нарисовался Кокбластер 3000 Найк 235 Я пока никуда особо не спешу Развиваюсь на базе Никто не атакует Сестра там, видите, бегала в центр Это уже ошибка, кстати Тот, кто находится сверху Обязательно должен атаковать нижний респ Так же, как и нижний респ Атакует верхний Если побежишь в центр То получишь потом В спину от нижнего респ Или от верхнего наоборот Видно, что парень на этой карте Либо не играл Либо Не совсем понимает Как тут нужно играть Да, ведь гвардеец все укрепил Довольно близко стоит Тяжелое вооружение Хотя и между турельми Но можно было достать Я пока не собирался никого атаковать Собирался это делать на Т4 Естественно Когда был бы уже запас Я видел, что передо мной сестра А сестра, в общем-то Если не пошла в Т2 В атаку Она не представляет уже для Эльдара Какой-то серьезной проблемы Которого Ну, приличный, видите Прирост 195-133 По влиянию энергии Правда, запасов никаких не было У меня были пауки на базе Начали выходить лорды Вот апгрейд точек Термоген есть Но, видите, все на нолях почти Пошли лорды На всякий случай Я просто контролирую реликт Точек было здесь Сейчас скажу, сколько Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь точек захвачено было Это вполне достаточно Реликт под контролем И дальше Можно было не торопиться В Т4 быстро сминать сестру Забирать арест Тем более, очень быстро Опять же, уничтожение противника Это не благо На самом деле, на этой карте Потому что все остальные Сразу, ну, если они что-то Соображают Замрут И свои атаки прекратят Потому что они будут знать Что у кого-то уже два респа Это кто-то представляет Более серьезную угрозу Против вас могут банально Объединиться Даже негласно А есть еще и более Нечисто плотные, так сказать Игроки Которые переписываются Начнут вместе Скажут А, вон там какой-то чел Захватил полкарты Давай-ка мы его вдвоем вынесем А потом разберемся друг с другом Там второй Да ладно, давай еще Давай, братан Сейчас мы его по-быстренькому Пощикаем Такие варианты тоже были На самом деле Поэтому лучше не торопиться Дать им Втянуться В войну друг с другом И уже потом Только когда Взаимная обида И ярость Достигнута Погея Снести своего Чтобы они не могли остановиться В этой безумной сече И в общем-то Добили друг друга А вы потом добьете последнего Вот, собственно, и все Все очень просто Можно легко манипулировать Человеческими страхами Желаниями Чувством мести Справедливости И чем угодно Так, пехота тут Ну, excuse me, конечно Раз, два, три, четыре Ну, почти полный пак у него Полный Генераторов всего два Термоген не застроен Точки не проапгрейжены Кроме А нет, две все-таки проапгрейжены Две не проапгрейжены А нет, три В общем, у него пять точек Даже шесть Короче, четыре он все-таки прокачал Но ресурсы у него есть На то, что он не строит генераторы За космодесант Это уже минус Тут, вон, видите Дредноут вышел Да, и В общем-то Тяжелое вооружение Он давал какую-то Хрень откровенную Огнеметы Три штуки зачем-то дал Штурмовики вообще на этом этапе Не нужны За космодесант Пустая трата денег Да, центр гвардеец Перекрыл Реликтом владеет Вышел в Т-4 Ну, я бы не сказал, что быстро Но, тем не менее Он вышел Тоже без термогена играет Такое ощущение, что чуваки как компы играют Но вот тут ведь хоть термоген поставил И здесь тоже 12-21 Бывает просто компы не занимают Вот эти вот термоточки А действительно, зачем они нужны? Ну, он дорогой в принципе У них там может какие-то другие планы Он, например, штурмовиков нанимает Дополнительных Вместо того, чтобы там Потратить Влияние на термогенератор Который даст ему потом энергии Учитывая, что он вообще не строил Генератор обычный Почти Все ведь уже загружены во врата Я собирался нанести удар Внезапный по сестре Но надо было пытаться в угол Пробросить вот сюда Я хотел, по-моему, сделать проще Вот здесь врата Впихнуть И он видел Видел их заточки Если я не ошибаюсь Собираю ударную силу лордов Лучшая В общем-то Техника По совокупности Своих плюсов Из шагающих Попытка поставить Пятый стационарный болтер У Хогбластера 3000 Чем хороши эти лорды Они достаточно Быстрые У них есть огнеметы Для подавления морали И Также у них, конечно, световые копии Которые режут технику Просто на раз Если с ними еще идет Световое копье Которое стационарное Перемещается на грае платформе Она еще увеличит пробой По броне По-моему, на 30% Они увеличивают Ваш урон По технике И по зданиям Поэтому С одной стороны Они довольно легко Разбираются В сеть игра И платформы С другой стороны Если с ними Бить, скажем Потому что Бейнблейду Или по Ландорайдеру То вы очень быстро Их срежете Если у вас Три световых копья есть И еще Толпа лордов Со световыми копьями Бейнблейд выехал Да, он Стальский Пятый Свой турель Но пока Особо Видите Не идет На обострение Потому что У него уже Была проблема С сестрой У него была Проблема С космой Ему еще Не хватало Проблем С олидаром У меня вторая Главка Есть Доп-генераторы Ставлю Дополнительные Заводы Ресурсов По-прежнему Нифига не хватает Хотя прирост 295 255 Энергия Ну на минимуме Влияния нет Вообще Выходит только сейчас Еще аватар Но я с ним особо Не торопился Потому что атаки не было Сестра тут Реально творит Какую-то Очень Экзотическую Тактику Скажем так Но точки прокачала Все короче Ушло ведь В прокачку точек В турели Естественно Никого тут Т4 нету Даже близко И пока что Даже экзорцисты Не вышли Шестой Болтер Но тут тоже Видите Перфекционист Который Закончил На превосходно Оплот Хардкора И Праведности Экскюзми Естественно Теряет Всю свою Эту Пехоту Недокачанную С огнеметами А вот тут уже Есть видите Терминаторы И все По уму Сделано С обилкой Библиария Под неуязвимостью Спокойно Расстреливает его 12-21 По-моему Чувак играет Постоянно за некронов Что я его не видел Он что-то в этом бою Он решил за космос играть За некров Вроде он играет Так неплохо Да и за косморяк Видите тоже Кое-что умеет Как минимум Хотя штурмы Их есть были явно лишними Особенно в самом начале Но он судя по всему Испугался огромной толпой Которая была у Экскюзми Правда она была из Слабых Надо сказать Подразделений Совершенно не с тем оружием Которое у них должно было быть Ну турели он сделал Просто баг Видите Реплей остались Строительные леса Сброшенные Одна главка Экономика довольно слабая Термогенератор По прежнему так и нету Хотя он имеет В общем-то Так здесь получается Раз Два Три Четыре Пять Шесть точек Ну тоже нормально Как в общем-то на Морталисе даже больше Шесть точек Но энергия Гвардейцу В общем-то Сильно нужна Поэтому То что он Термоген Не поставил Странно 307 Прирост по влиянию 253 По энергии Но никаких запасов Почти нет Видите Огромные опять Расходы Строится много всего Куча Заводов Еще одна главка Пошла Третья И я не тороплюсь Никуда не тороплюсь Укрепляюсь Делаю запасы На случай Форс-мажора Как обычно И если нет Никого давления Я обычно Не форсирую События Пока я не готов До этого Окончательно Стараюсь не обострять И не привлекать Лишнего Внимания Захватывают Реликт 1 2 2 1 И в общем-то Готовят Судя по всему Ландрайдер выводить А здесь Зачем строить Старая казарма Да, чувак Не совсем понимает Походу Что делает Возможно Он играл много с компами Термоген Да, поставил Наконец-то Много играл с компами Наспамил толпу И думал Что жизнь У него удалась Как кто-то писал В комментариях Мне, что Говорит Я, говорит Побеждаю Даже, говорит Безумных компов Они, говорит Легкие Ну и естественно Легкие компы, блин Потому что Безумный комп Оригинальный тупой Как валенок В сибирской Чё с ним играть Это особо Вы поиграете С модовскими компами На отдельных модах Они вообще Жесткие Либо Свинером Последней версии Он вам покажет Что такое Мать кузьмы Как жизнь любить надо Ну а еще лучше Поиграйте с человеком В мультиплеере Тогда вы познаете Настоящую игру Потому что человек Всегда хитрее Да, он не всегда быстрее Чем комп Но он хитрее Креативнее гораздо Как правило Ты не знаешь На 100% Что ожидать Итак, начинается атака Все-таки я пошел вперед Изнес часть турелей Но почему-то здесь Видите Я не разношу Крайние Хотя надо было Безусловно Резать Не только Экзорцисты Надо было резать И туки Тут просто Видите Направил в ближний бой Чтобы повязать Пауками перепрыгиваю Турели продолжают стрелять Правда Стреляют они уже Некоторые не в лордов А в пауков Как видите И я только что Совершил акт Техно-варварства Сломал Уилья Нет, он все-таки В Т-4 вышел Здесь пошли Машины наказания Но не было у него Реликта Не мог он сделать Святую Соответственно Машины наказания Были наказаны В общем-то Идет уже запинывание базы Чувак остался Без всего Турели были уничтожены И в общем-то Его база осталась Вообще пустой В результате Он не стал тянуть С выходом И покидает Эту битву В принципе Одна атака Без проблем Нормально подготовлена С другой стороны Начинает атаку 12-21 Но его тут уже ждали Ждали Огромная Опять орава Космодесантников Пытается он запинать Лендерайдер Эскюзми Кидает у него термогранаты Но Зато Да, и кидает орбитальный удар Кстати В 12-21 Лендерайдер Так просто не запинаешь Без тяжелого вооружения Одной плазмой Я нападаю на Гвардейца Который напал на меня В этот момент Видите, он мне Снес точку И снес реликт Абсолютно Была неподготовлена Атака Не знаю Насколько она была Подготовлена у него Но мне пришлось Атаковать сходу После атаки сестры В принципе Лимит был полный Но Там точки выхода Стояли вообще На сестринской базе А не на базе Гвардейц Пришлось менять Там уже походу Дело Да и запасы Были не особо Велики То есть На 5 бы хватило Размена с ним Активного Залетает Залетает Сейсмо В честь Пехоты И она отправляется В перекресток К улте И да Неплохо она стоит Видите Тяжелое вооружение Плазма И плюс Еще и куча Гварды Прорывается В этот момент 12-21 Теряет Все свои войска И теряет Надежду На победу В этом бою Так Все у него Хорошо начиналось Огромная толпа Не получается Прорваться Сходу Видите Слишком Тут все было Затурелено Не ожидал Я увидеть Столько Турелей Это повергло Так В недоумении Что он тут Настроил И огромные Потери Видите По пехоте Огромные Потери По технике Так Было вообще Остановлено Можно сказать Да Экскюзми Выходит Не стал Тут тоже Тянуть Воланду Захватываю Я пока Респ У сестры Стал Я опять Сразу Обострять В общем-то Додавливать Отбросил У от реликта И на этом Пока что Фактически Успокоился Тем более Второй Был тоже Снесен Я точно Не знал Кто из них Был уничтожен С Ксмельсаник Верхний Или нижний Я не смотрел Ничего Вообще Респы И было Очень Еще Сложно Сказать Куда Он Пойдет Он мог Пойти В этот Момент И на Меня Пока Я долбился Басгвардейцем Поэтому Опасно Было Продолжать Атаку Вот Меня Кто Зарядил Сейсмо Ударами Два Сейсмо Удара У меня Почти Пехота Сдохла Прямого Попадания Обожаю Гварду Это Всегда Один Но Видите Он Опять Подъехал К Реликту Не Хочет Чтобы Я Его Контролировал Понимая Что у меня Может быть Аватар Но Он Уже Вышел Я Аватар Не Участвовал В атаке Он Стоит Где-то Там На Базе Он Стоит Где-то Базе Я Готовлю Силы Для Прорыва Но Не Сходу Кидаюсь Жду Потенциально Атаки Космодесайн Жду Куда Он Пойдет То ли На Гварду То ли На Меня Снимает Он Реликт Но Это Никакой Роли Не Играет Потому Что Аватар Уже Создан И В общем То Он Добавляет Лимит Я Не Собирался Кидать В атаку До Решающего Момента По традиции То есть Вот за Ильдар Чего хреново Играть То Что Ты Играешь Без Супер Юнита Чаще Сего Потому Что Его Потери Сразу Режет Лимит И Скорость Производства Батареи Стурили Строится Чтобы Доказать Что Лучший Ученик Большого Пса Все Еще В деле Все Еще Есть Порох В пороховницах Ягоды В ягодицах Но Против Гвардейц Кстати Это Ни хрена Не сработает Если он Засветит Здесь На входе Своими Сейсно Ударами Ударят С василисков Но В общем То Их Легко Разобрать Можно У меня Был Полно Врат Можно Было Выйти С тыла И грохнуть Если Он Подошел Сюда На уровень Обстрела Остальная Его Техника В проходе Была Просто Уничтожена Этими Протонными Снарядами То же Самое Касается Космодесайн Да Он мог Бросить Сюда Орбитальный Удар Но Его Можно Постоянно Обрубать Когда Он Кидает Отбрасывает И Космодесайн Кидается В центр Не Пошел Он По Краю На Меня Не Стал Перепрыгивать Через Реку Просто Решил Ударить По Гвардейца Вот Видите Чего Я И Ждал То есть Я Не Пошел Обострять Сразу Ни С Ни С Другим Как Только Был Уничтожен Excuse me Я После Этого Так Восстановил Дожидаясь Именно Вот Этого Ну 12 21 Сделал Именно То Что Я Хотел Чтобы Он Пошел Вразмен С Гвардейцем Это Вот Просто Опять Мясорубка Дикая Космо Конечно Шанс Прорвать Гварду Который Стоит В статике Например Такой Как У Ульдара С Большими Потерями Да Он Может Продавить Если Атака Непрерывно Движется Несколько Минут Если Гвардей Сокопался Действительно Жестко Но Гварды После Продавливания Центра Уже Будут Проблема Второй Раз Он Скорее Все Не Сможет Силы Сконцентрировать Это В одном Месте То есть Если Прорывает У него Фронт На этом Для Гвардейца Обычно Все Заканчивается Ну Космо Видите Есть Терминатор Который Мог Под Неуязвимостью Забить Тот же Байнблэйд Закидать Его Дредноутами Расстрелять Тем же Ландрайдером Чего нет Ульдарф Например Но Они могут Расстрелять Допустим Своими Либо Призмами Опять же Либо Копьями Световыми Пытается Он его догнать Но Гвардеец Видите Какие-то Маневры Закладывает Невероятные И В общем Уезжает Оторвался От Байнблэйда Почти Почти От Ландрайдера Байнблэйд Оторвался И Ландр Разносит А вот Байнблэйд Устоял Его чинят Уже В общем Атака У Космо Заканчивается Тоже Ничем Как и Моя Она не Увенчалась Успехом Хотя Он Вроде Был К ней Готов Но Слишком Хорошо Гвардеец Окопался В центре Видите Все Грамотно Тут Расставил Надо Было Ему Десант Кидать А он Тупо Пошел В размен И В размене У него Не получилось Прорваться Но Я видел Всплохи Я знал Что Гвардеец Атакует И Я решаюсь На Быстрое Окончание Того Боя Не Стало Играть Джентльмена Удачи Я не Сговаривался С Космо Против Атаки На него Я просто Воспользовался Ситуацией Как Настоящий Удар Коварно Ударив Со спины Чтобы Омстить За погибших Братьев Первой Атаки Ну и вот Очень быстро Срезает Видите Они его Мешает Скосмарь Мне Зачем-то Не давая Добить Того Кого Он уже Сам Атакует Ну и Вот Видите Тут Гвардеец Вынужден Был Отойти Космос Закидал Его Дредноутами Если бы Бэйнблейд Все еще Функционировал Ну Мне кажется Все равно Космос Продавливал Уже Центр В любом Случа Он не остановил Атаку В отличие от меня Додавил Он Бэйнблейд Потеряв Нескод Дредноута Ну а здесь Теряет Теряет Видите Кок Мастер Кок Бластер Теряет Мастер Бластер Теряет Свой Бэйнблейд Теряет Марсианский И я просто Пошел дальше Лордами Запинывать Его Здания Вот чем они мне нравятся Они гораздо быстрей Чем дредноут И гораздо больше Можно сделать И световыми копиями Они режут Просто здания На раз Просто приходишь И просто вот так вот Базу За пару буквально секунд Изничтожаешь У любого Если Войск на Базе нет Но Космо ведь Отстал от моих Лордов Понял Видать задумку Такая огромная толпа Толпа дредноут Толпа Лордов топчет Кок Бластер Он негодует Пишет Вот говнюки Пляжники Пляжники Блюдки Пляжники Меня атакуют Вдвоем Но его можно понять В этот момент Его в два рыла По сути Толпа роботов Запинала Но Такая у него ведь Позиция была неудачная Плюс он сам пошел На меня Я ведь его не атаковал Я вообще не собирался Его атаковать Я собирался подождать Кто победит из них И добить последнего Но он сам полез На мой релик И подписал себе Приговор Очень быстро Видите Разбираются они С дредами Дредноуты Вообще ничего против них Сделать не могут И поэтому Это к вопросу О балансе В игре Мы возвращаемся Просто один заход Лордов Даже если бы Дреда не пришли База была бы разобрана У Гвардейца Моментально Я мог пройти Просто игнорируя Его турели Просто вот не входя В центр Зайти Десятком лордов И запинать Его базу За Минуту То есть он остался бы И без главки И без генераторов И без заводов А потом уже В повторной атаке Пробить центр И он остался бы без всего А может быть Даже он и не успел бы вернуться То есть уничтожите здание Которое производят И на этом было бы все Все уничтожен Гвардеец Начинается Финальная часть Атаки На Космонесантника Он остался последний Чего я в общем-то и добивался Только я хотел Немного по-другому Это сделать Я хотел чтобы они Друг друга убили сами А я потом просто Последнего Порешил Накопив до этого Приличное количество ресурсов А здесь видите У меня недостаточно энергии Ну как недостаточно Природа 204 По десятке запаса Это Неплохо Но Не идеально Для финальной разборки С космонесом За Эльдара Если космонесом Толковый То он сможет Довольно долго Держаться Улетает вся армия Другая дробла в вратах И начинается Просто вырезание Десантников Стратил жалью к неуязвимости Пытается ступить Что не перестреливает Шутка закончились Теперь уже В общем то Никто тут не мог помешать Надо было Ставить жирную точку Если до этого Теоретически Могли они вдвоем Все еще напасть То тут Никаких компромиссов Никаких вопросов Надо использовать Все что у тебя есть Чтобы Победить Стравливая Манипулируя Наставляя их делать То что тебе нужно Вот это То что мне нравится За Эльдар Играть Не просто Как Таран А играть Хитро Заставляя людей Делать то Что ты хочешь Чтоб они делают И финальный аккорд Космо Зажат И для него В этом бою Все окончено Перестраиваю Векторы атаки Со всех казарм Со всех заводов К нему на базу Там их было немало Больше десятка Казармов И десятка заводов Пытается отстроиться Здесь ставят Турили Как и я Вот на входе Но уже слишком поздно Надо было делать Гораздо раньше Не ждал Что будет прорыв Ну а лэнд Успел выйти Несмотря на то Что я снял Реликт Он успел Уже заказать Заранее Не все отряды Участвуют в атаке Некоторые на захватах Вот поэтому Процент Наверное 70 армии Только было в атаке Это была ошибка Надо было додавливать Ну а решили мы сломать Экономику Гарантированно И потом уже Со второй атаки Даже не получается Первая дожать Ну а пока Видите Турили Плюс лэнд Который успел Выползти Сумели В общем-то Остановить Я честно говоря Не помню Я его смел С первой Не смел Но судя по всему Нет Судя по всему Он выдерживает Потому что я не вижу Сейчас достаточно сил Что есть продавить Все из-за того Что половина пехоты Бегает по карте Занимается захватами Ну важно Лишить себя оппонента И ресурсов То есть Если ты ему дашь Ставишь ему тылы То ему будет на что Воевать Если он так бы отбился Еще мог бы И по тратаху даже перейти А ресурс Как видите сокращается С 10 тысяч Стал 9200 9200 То есть на 1000 Просел К минимуму По влиянию по энергии Это при приросте 208-244 Так а у него Что там с ресурсами было Ну у него 1000 Осталось и 5200 То есть энергия У него была Влияние практически По нолям И прирост тоже Меньше гораздо У него всего Одна главка Да Он застроился Видите здесь Но он не успел До конца Это сделать Все У него влияние Закончилось Но отбился Отбился Вся карта Была практически У меня под контролем Поэтому в любом случае Никаких Шансов у него не было До конца боя Остается буквально Несколько минут Еще на автомате Шли лорды В точку Сюда Направил На Атаку Но это уже Был Квити Бесполезно Он достиг Критической массы Которая была Способна его Остановить Пришлось Корректировать То есть Эти хуй Останавливают Туда Бесполезно Было Тащиться Три лорда Просто прошло И сдохло Зазря Ну я решил Встретить На выходе Дать ему Возможность Оттуда Вылезти И поймать На контратаке Продолжает Спиливать Пауки Точку Его за Точкой Решая Его Статков Влияние Здесь Квити Уже Застроено Максимальное Количество Было Главок Здесь Даже Квити Не застроена Точка Не достроена Некогда Было Не до нее На стороне Сестры Здесь Тоже Видите Пауки Отдыхают Потому что Там была Атака Не пытается Вырваться 7300 6700 Остается По ресурсам Как видите Довольно Неприятная Ситуация Да Я мог бы Добавить С этих ресурсов Чтобы не все Было еще Застроено И построено Но Вообще Я планировал Что закончится Все с первой Вети Атаки Удачный Он ее Выдержал Приходится Скорректировать Стату Уже Походу Дело Приходится Перебрасывать Сюда Телепортировать С завода И строить Прямо Перед его Базой Которые Были на базе Часть Я перебросил Сюда Чтобы войска Просто быстрее Доходили Ноченьшим Большой Был разрыв По Расстоянию Начинаю Выпиливать его Технику Часть Все еще Придет Лордов На точку Вот один Видите С одного Завода Был Недо Корректирован На вход Тем не менее Ломай Утурили Здесь У него Практически Хэни Осталось Можно сказать 5200 4900 Очень Напряженная Ситуация С ресурсами Окружается Ландрайдер У нас еще одна точка И он Выходит Потеряв Ленд И Играя В общем-то На нолях По влиянию Он не стал Дальше Бороться И вышел Но у меня Тоже ресурсы Сокращались Квит Атака Которая Длилась Минуты 4 Сожрала Примерно Половину Ресурсов И если бы Она еще Продлилась Минут 5 То Они Могли Бо Выйти И в Ноль Но я Б не Дал Скорее Все Сделать Можно Был Добавить Еще Немного Влияния Застроив Точки Проапгрейдив Некоторые Точки Можно Было Застроить Точки Которые Были На стороне У Экскюзми Чтобы 400 Иметь Но Все Равно Это Могло Прижать В общем То Влияние При больших Потерях И до Ноля В перспективе Но по энергии Там тоже Видите Не все Было До конца Застроено Вот Начинались Строительства Генераторов В принципе До 350 Я вывел бы И Долг бы Он не Продержался При любых Раскладах Если бы Он кстати Построил Свою экономику Заранее Как это Сделал я На главной Базе Ну какой-то Период Он смог бы Еще держаться Попытаться Выжить Возможно По Тем же Самым Ресурсам По влиянию По энергии Попытаться Как-то Оттеснить Но Эльдар Который владеет Всей картой Очень сложно Будет выковырить Чего Атаковать Атаковать Главная база На вся застроена Турилями И огромное количество Заводов С которых могут Войска выходить Пока он туда Б ушел Прыгал бы Уже успели бы Накопиться Ресурсы Он может Сдерживать Только находясь На базе Близко к своим Турилям Близко к своим Точкам Близко к своим Зданиям Выводя Опять же Войска Моментально Если только Опять его линия Разрывается Атаки С базой Уже проброс Войск Так быстро Не может идти Эльдар Ликвидирует Также на своей Базе Очень легко Тот побеждает Им тот Кто быстрее У того У кого больше Ресурсов В такой ситуации Ну вот Пример Такой бой Не сказал бы Я что-то Все идеально Прошло Как планировалось Но тем не менее 5 тысяч Ой 2540 Я набираю По Армии Суммарно 2605 Набирает 1221 895 Кок Бластер Бакс Битц 35 И 220 Excuse me 279 Я уничтожил 421 Юнит Снял 12 21 197 Кок Бластер 17 Бакс Битц 34 Excuse me 301 Юнита Я потерял Размен был Конечно Очень жесткий Честно говоря Я не ожидал Что он там В конце Успеет Вообще Отбиться Иначе Я бросил бы Все войска Наверное На штурм С самого начала Не стал бы Там Пилить На уничтожение Его точек Но тогда я посчитал Что он не выдержит Атаки И в общем-то Я ему сбрею Экономику На всякий случай В итоге Первая атака Провалилась Он еще даже Сумел вылезти В проход И там биться И на пяток Сбросил И влияние Энергии Которые были в запасе 315 Потерял 1221 197 И 130 Соответственно У Кок Бластера 59 потери Были У Бакс Битца И 143 Экскюзми 34 здания Я уничтожил 16 12 21 2 здания Кок Бластер 0 Бакс Битц И 3 Экскюзми 2 здания Потерял 8 12 21 33 Кок Бластер 10 Бакс Битц И 2 Экскюзми Размер армии 362 Юнита Был у меня 343 12 21 135 Кок Бластер 59 Бакс Битц Экскюзми 140 Создавал 104 700 Был по ресурсам У меня набрано Суммарно 62 100 12 21 40 700 Кок Бластер Но видите у них у всех было всего по Одному респу По Одному Генштабу По 6 Генераторов У кого-то не было даже и термогенератора Типа Гвардейца Поэтому ресурсов было крайне мало Ну Космарь да Захватил Отчасти респу Экскюзми 12 21 Но не до конца Я не застроил там термоген Слишком быстро пошел в атаку Не подготовленный Типичная ошибка На Эйфории Успеха Что он уничтожил одного Понес сразу на другого В итоге пропустил Контратаку В итоге у него не было Видите запасов по ресурсам Чтобы долго сопротивляться Ну и в итоге Вы видели то что произошло Исчерпал все влияние И вышел Потому что не мог больше наниматься Если бы у него была синька Да он сопротивлялся бы Какое-то еще время И вполне может быть даже успешно Если бы успевал его водить Но у него не было дубляжа заводов Опять же у него спамят Только максимум Это Казармы Это завод Это Центр орбитальной связи Против Десятка Даже больше Казармы И больше чем 10 заводов У Эльдара Это самоубийство То есть Атака Закончилась Все равно Боего уничтожением Через там 2-3 минуты Это не важно 40 700 Кокбластер 25 400 Баксбитс 18 400 Excuse me По технологиям 1900 у меня было 3190 12 21 221 Кокбластер 1270 600 Баксбитс И 1090 Excuse me Набирать по технологиям Общий счет 109 100 У меня 67 900 12 21 42 800 Кокбластер 26 100 Баксбитс 19 700 Excuse me 41 минут 23 Секунды Шел этот бой Довольно быстро Для этой карты У меня здесь бои были Больше 2 часов И Уже под ранее Здесь было такое Что Не в сказке Сказать Не пером А писать С гигантскими Потерями Со всех сторон Там Счисляемых Десятками Тысяч Суммарно Но Здесь Все Видите Получилось Легко Достаточно То есть Атака на гвардейца В Подходящий момент Атака на сестру Которая была не особо К ней готова Ну и Космарь Который Можно сказать Что тоже был Не готов К финальной разборке Чисто финансово И военно У него не было Дублирующих зданий Заводов Казарм У него не было запаса Ни по влиянию Ни по энергии Почти И на что он рассчитывал Честно говоря Не совсем понятно Ну как мне непонятно Большинстве факт Да люди играют На последние ресурсы В надежде победить Надеясь На какую-то ось Это Не в нашем стиле У нас все надежно Все рассчитано Просчитано На много-много Ходов Вперед Как правило И это позволяет Добиваться Результата Надеюсь что вам понравилось Издание Не забывайте поставить лайк Подписывайтесь на канал Если еще не подписаны Вступайте в группу вконтакте Если еще не подписаны Возможно это еще пригодится Мало ли Ютуб Все еще под угрозой Дамокловый меч Занесен Осталось только его опустить Чтобы Рутуб Правил Миром А мы на него не перейдем Мы перейдем на VPN Либо перейдем на Trovo Кстати там только Можно будет делать стримы Так что VPN наше все На сегодня все С вами был Крестоносец Всем удачи Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok